Повреждение оказалось минимальным, но оно требует, опять же, очень аккуратного восстановления, лечения, поэтому я сразу сел на газон и попросил замену. Последовательность мыслей была такова, что, первое, я сразу понимал, я не смогу продолжить, это меня очень сильно коробило, так как хотелось закончить все в основное время положительно для нас. Вторая мысль, что я, вероятно, пропущу сборную, это тоже для меня было таким эмоциональным ударом. А третье, это я сразу начал концентрироваться и фокусироваться на том, чтобы подойти к Краснодару и сыграть хоть какое-то количество времени, если тренерский штаб будет на меня рассчитывать. И когда я уже поднимался на нашем стадии по ступенькам вместе с нашим физиотерапевтом Альберту, мои мысли были о том, что мне надо восстанавливаться с этой секунды. И, собственно, я это и начал делать еще в раздевалке. Очень, скажем так, не то что болезненно, а эмоционально тяжело. Я ехал в этот момент на МРТ и включил трансляцию на телефоне, я не смог ее до конца досмотреть. Я выключил на третьем или на четвертом пенальти и, собственно, потом уже увидел результат. Я думаю, что в этом отрезке трехматчевом ключевой момент был Сочи. Если бы мы выиграли, я думаю, это бы нас воодушевило и вдохновило. Но Сочи, можно сказать, тот же сценарий, что и с Балтикой. Мы забываем быстрый гол и потом в какой-то момент мы перестаем играть так же настырно, так же агрессивно. И это в конечном итоге превращается в ничью. Мое субъективное мнение. Прежде всего, каждому из нас надо позадавать себе вопрос. И два из которых, что мы хотим от футбола и что мы готовы ему дать взамен. Не надо тыкать пальцем и искать здесь виноватых. Надо просто спрашивать в первую очередь себя из партнера. Если бы мы вылетели с этого турнира, и это была наша последняя игра в Кубке, конечно, это бы была трагедия. Но так как есть еще шанс по нижней сетке, сразу хотелось поддержать ребят, команду, коллектив. И в такие моменты, я думаю, очень важно объединиться и пройти эти испытания, которые нам дают свыше. Так что, считаю, мы с этим справимся. И не раз уже были в подобных передрягах, скажем так. У нас есть для этого все силы. Мы стрессоустойчивы. И просто очень важно правильно расценивать такие отрезки и относиться к ним с большим пониманием. Что сейчас надо делать? Я думаю, прежде всего, меньше говорить, больше создавать какую-то конкретику на футбольном поле. И судя по тому, как сейчас выглядит наш тренировочный процесс, судя по тому, как выглядит наша команда, я думаю, мы сможем за эти две недели, я уверен в этом, мы сможем найти свою игру. Мы сможем подойти к матчу с Краснодаром в полных кондициях боевых. Этот матч очень будет важен с точки зрения наших чемпионских амбиций, наших слов, которые мы говорим внутри своего коллектива. Если нам удастся победить, я думаю, что мы в игре, скажем так. Надо просто менять свое настоящее. Если тебя что-то не устраивает, а нас не устраивает, как и наших болельщиков. Поэтому, как бы это банально ни звучало, только работа, каждому отдельно и в целом нашей команды. Это поможет исправить то положение, в котором мы сейчас находимся. Все в наших руках. Я очень благодарен нашим реабилитологам, главному врачу, массажистам. Все сфокусированы, точно так же, как и я, на том, чтобы в кратчайшие сроки уже восстановиться полностью. Несмотря на то, что это маленькое повреждение, здесь очень важно не форсировать события. И прежде чем выйти в общую группу, проделать определенную работу, которую я проделываю на поле, скажем так, приближенные к полевым условиям. И только после этого я смогу уже принимать участие в тренировочном процессе со всей командой. Делаю все возможное для того, чтобы не получать эти травмы. И в целом я очень удивлен, что я получил эту травму. Но опять же, это футбол, это имеет место быть. И тут это будет не уроком, скажем так. Из этого тоже надо извлекать положительные моменты. То есть я знаю, что я сделал неправильно. Я знаю, на чем мне стоит больше акцентировать внимание. И только с положительной стороны на это смотрю. В чем видишь позитив в этой ситуации? В том, что это опыт. Пусть он даже и негативный, но это опыт. Ты лучше и в 24 года с подобными вещами познакомиться, чем в 30 с чем-то, когда это может плачевно закончиться. Плюс очень рад тому, что пауза на сборной. И мне не приходится наблюдать сейчас за тем, как команда играет официальные игры. Потому что это бы очень сильно сказывалось на моем эмоциональном состоянии. Ну и третье, что та работа, которую я проделываю с нашей командой, скажем так, реабилитологов, она специфического характера. И за счет нее можно сделать сильнее те места, которые у тебя отставали до этого в плане силы, выносливости и так далее. Все будет хорошо? Даже не сомневаюсь. Продолжение следует...